Volkswagen Tiguan Allspace – это длиннобазная версия Тигуана. Притом очень популярная. Во втором поколении кроссовера на этот вариант приходится аж 55% продаж, а главную кассу дают китайские и американские рынки. Поэтому странно, что длиннобазка дождалась обновления последней. В целом рецепт рестайлинга оказался знакомым. Кроссовер заполучил другой обвес, новую решетку и почти гольфовские, разумеется, полностью светодиодные фары. Любопытно, что передний бампер растянутому Тигуану достался оригинальный. С ним машина выглядит эффектнее и агрессивнее короткобазного собрата. В остальном крупные и компактные родственники ничем не отличаются. Покупать Allspace имеет смысл как минимум из-за безразмерного багажника, объемом 760 литров. Но за доплату туда можно установить дополнительный диван, чтобы кроссовер сделался семиместным. Оценить прелести длинной базы россияне, видимо, не смогут. В 2019 году московский офис Volkswagen подумывал над экспортом семиместной версии, но потом передумал. Видимо, автомобиль мексиканской сборки выходил слишком дорогим. Рено оформило российский патент на внешность нового Логана. На иллюстрациях изображена машина европейского образца под брендом Dacia. В версии для нашей страны седан должен иметь марку Рено и другой передок. По некоторым данным, выпуск таких автомобилей стартует на мощностях автоваза примерно через год. А затем на конвейер встанет следующая Гранта, которой предстоит перейти на логановскую платформу. И еще одна новость из Тольятти. Как сообщает паблик Автоград Ньюс во Вконтакте, на Лада Гранта начали устанавливать восьмиклапанный двигатель нового поколения. Он мощнее и моментнее прежнего. А главное, 80% тяги теперь доступны всего при тысяче оборотах. Всего инженеры внедрили больше двух десятков новых деталей. Так к агрегату приладили облегченные клапаны и валы, коленчатый и распределительный. Вдобавок под замену отправились поршни, шатуны и даже ремень ГРМ. Напомним, что первым модернизированный восьмиклапанник получил Ларгус. А теперь новинка вполне ожидаемо перепала Гранте. Заставит ли моторная рокировка переписать ценники, пока неизвестно. Субтитры создавал DimaTorzok